Я не могу показать свое лицо, потому что мне угрожает опасность. Я участник Международного общественного движения «АЛЛАТРА» из России. В России нас преследует. Мы ученые. Главная тема, которой мы занимались, — это климак. Мы изучали его, проводили международные форумы, на которых показывали факты и графики, которые были подтверждены авторитетными институтами. Все наши графики показывали, что катаклизмы нарастают, и дальше ситуация будет ухудшаться. Поэтому мы обращались к другим ученым, чтобы вместе начать решать эту проблему. Но кто-то не хочет, чтобы люди спаслись в катаклизмах. По их планам нужно убрать большую часть населения и оставить 1500 контролируемых рабов. И катаклизмы им на руку. Им невыгодно, чтобы мы действовали. Нас не копишь, потому что мы понимаем, что с климатом не договоришься деньгами. И чтобы нас убрать, они выбрали испробованный веками способ. Климение позорным словом «сектант». Нас начали травить. Начали выпускать статьи, в которых очерняли и обзывали нас сектантами. Сейчас я вам скажу то, что вам не расскажут ни в одном СМИ. Слово «секта» — это выдумка. Его специально придумали для того, чтобы убирать неподконтрольных людей и организаций. Это инструмент для захвата власти. Этого термина нет в юридической практике, но его используют для генератора людей. В России есть ассоциальная организация «РАЦИРС». Российская ассоциация центров изучения религий и сект, которая действует под крышей РПЦ. Вот они под видом борьбы с сектами ведут генераторских, сектах инакомыслящих, здравомыслящих людей. Они разжигают ненависть среди людей. Они устраивают внутренние и международные терминации. Их не интересуют культы и секты. Их интересует только власть. Они могут обозвать сектой любую организацию. Например, ваш любимый футбольный клуб или кружок по интересам. И вы, как его участник, завтра можете тоже стать сектантом. Любого политика или бизнесмена они могут назвать сектантом, если им нужно его убрать и испортить его репутацию. Как они это делают? Они через продажные СМИ начинают писать клеветнические статьи и снимают сюжеты, где черняют человека без фактов и доказательств. Несколько таких грязных статей и репутация человека навсегда испорчена. Обычные люди не проверяют факты. Они проглатывают все, что напишут и покажут им по телевидению. Приведу пример. На их сайте есть целый список организаций, которых они уже заклеймили. Например, коммерческая организация Amway, которая занимается производством моющих средств. Эта организация не имеет никакого отношения к религии. Организация RASIRS сделала по всему миру свою агентурную сеть из продажных журналистов. Мы это можем увидеть, как в СМИ заклеймили премьер-министр в Словакии Роберта Фитца. Сейчас они клеймят Дональда Трампа в США. Всех его избирателей называют культом Трампа. Даже подписчиков Илона Маска называют культом Маска. Это все делается для того, чтобы убрать политического конкурента. Они клеймят не только людей, а целые страны. Вот посмотрите на Украину. Перед началом войны RASIRS запустила масштабную кампанию в СМИ, называя Украину государством, похожим на секту, нацистским государством. Вот эти фразы стали инструментом для обесчеловечивания всего украинского народа и оправдания войны против Украины. Антикультовые организации в России RASIRS, в Европе FACRIS – это деструктор, который организовывает все войны и тексты. Все должны знать их в лицо. Руководители RASIRS – Дворкин и Новопашин – это прямые последователи и ученики немецких нацистов. В фильме «Воздействие» показана прямая связь от германских холестов до сегодняшних антикультистов. Центр управления всего этого антикультизма – это тайное Дивиевское братство. Это такой мистический центр власти в России, в который входят представители политической элиты России. И во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Их цель – полный секторизм по всему миру. В России они выбрали себе РПЦ, так как большинство людей принадлежат к этой религии. Они проникли в эту религию и действуют под ее прикрытием. А остальные религии они объявили сектами. Но у них нет религии. Если после этого видео вы встретите статью или видео, где людей называют сектантами, теперь вы будете знать, что там идет захват власти. А вам замыливают глаза, чтобы оправдать георгии какой-то группы невинных людей. Вот если сейчас этого прута, который уже распустил щипальцы по всему миру, не остановить, завтра нас всех ждут в лагеря. И каждый человек должен узнать, как они влияют и манипулируют людьми. Для этого посмотрите фильм «Воздействие». Поделитесь этой информацией.